25 апреля в Ордену Трудового Красного Знамени Агропромышленном колледже КФУ им. Вернадского прошло торжественное открытие памятной мемориальной доски Эммануилу Абрамовичу Верновскому. Эммануил Абрамович руководил колледжем с 1964 года и внес неоценимый вклад в развитие аграрного образования. Именно под его руководством учебное заведение было переведено из города Ялта в село Маленькое. Я действительно понимаю, что у нас есть все основания гордиться тем университетом, в котором мы работаем. Университет с огромной историей и колледж Ордена Трудового Красного Знамени в селе Маленькое – это очень большая часть этой истории. Ему в этом году 180 лет. Из этих 180 лет Эммануил Абрамович 40 лет возглавлял колледж. Это очень большой промежуток времени, который дает нам возможность всегда оценить действительно масштаб личности руководителя. На данный момент колледжем руководит преемник и ученик выдающегося крымского ученого Виктор Николаевич Соченко. Я испытываю чувство огромного удовлетворения, поскольку мы к этому шли и действительно сегодня это событие состоялось. Приятно, что мы это совершили как раз в канун подготовки к столетию Крымского федерального университета имени Владимировича Вернадского. Да и наша дата тоже, которая действительно очень большая – 190-летие колледжа. И вот сегодня состоялось открытие мемориальной доски. Почтить память Эммануила Верновского собрались его коллеги, односельчане, родственники, представители органов власти и выпускники колледжа. Мы назвали, по его разрешению, назвали когор имени Верновского, вот вино свое, которое сделали, и которое сейчас во многих церквях делают причастие. Когда я его спросил, Эмман Владимирович, разрешите назвать ваше имя? Он говорит, плохое вино ты не назовешь. В тяжелый переходный период, когда многие предприятия пришли в упадок, колледж, возглавляемый Верновским, не просто выстоял, но и превратился в современное учебное заведение с высоким научно-методическим потенциалом. Это заведение находится у нас, оно было в период Советского Союза лучшим техникумом, не зря он получил государственные награды. Выпускники, по отзывам, опять же, учебных заведений, высших учебных заведений, которые продолжали учиться в других заведениях, всегда отзывались, что степень подготовки студентов в этом заведении очень высокая. И в те времена, и сейчас. Жизненный путь Эммануила Абрамовича в труде на благо образования, на благо учебного заведения стал настоящим подвигом. И это является достойным, чтобы о нем помнили. Вы знаете, я чувствую, что он просто сюда, наконец, вернулся навсегда. Вот просто вернулся. И всегда будет каждое утро, мне очень приятно, что он каждое утро будет встречать всех, и все ему будут говорить здрасте, и будут по-прежнему обращаться за помощью, а он им будет помогать. Ведь говорят же, что, в общем-то, смерти нет, есть какой-то иной переход. Мне почему-то так кажется. Во всяком случае, мне он помогает по-прежнему, хотя его уже нет 8 месяцев с нами, во что поверить невозможно. Я думаю, что и здесь будет помогать всем. Всем будет помогать. И колледж будет стоять, пока его здесь будут помнить. И папа будет жить. В завершение все присутствующие почтили память Эммануила Верновского минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. Антон Бизик, Руслан Хохлов, Пресс-служба Крымского Федерального Университета. Субтитры создавал DimaTorzok